Пока в субботу ничего не происходит, акции не торгуются, в СМИ ничего интересного не наблюдаю, кроме эйфории, что акции на максимумах, экономика восстанавливается, положительные прогнозы по безработице, безработица будет уменьшаться, рабочих мест будет достаточно много, бум рабочих мест, вот такие заголовки сейчас в СМИ. Отвечу на некоторые вопросы из комментариев, иногда выпускаю такие видеоролики на интересные темы. Часто меня спрашивают, а почему я инвестирую через Тинькофф инвестиции, я иногда в некоторых роликах мимолетом это упоминал, это видео будет посвящено полностью этому, и часто говорят, что мне платят за мои видеоролики, платят за рекламу Тинькофф, кто-то считает, что это вообще не мой аккаунт, что это демонстративный какой-то демо счет, может быть, чтобы я просто показывал это на ютубе. На самом деле нет, это не так, это мой аккаунт, это мои средства, и вы видите сейчас своими глазами, вы видели в предыдущих видеороликах, последних, как я вывел часть денег с брокерского счета, ну и вы видите, что у меня там на 6 миллионов стало меньше. Почему? Потому что я перехожу к другому брокеру, и нет, не потому что Тинькофф перестал платить, и нет, не потому что мне заплатил какой-то другой брокер, нет. К сожалению, Тинькофф мне не платит за то, что я его сейчас показываю, я бы с удовольствием заработал еще больше, тем более, что одна из частей дохода у меня это реклама в соцсетях, инстаграм, телеграм, ютуб канал, тик ток, у меня даже есть, вы не поверите, может быть, но он тоже у меня присутствует. Я бы с удовольствием взял денег за рекламу, но нет, рекламы нет, я просто пользуюсь этим брокером. Если бы я пользовался Сбербанком, если бы я пользовался ВТБ, я бы рекламировал их, ну в смысле не рекламировал, я бы показывал их кабинеты, но они тоже за рекламу не платят. Но Тинькофф это самый удобный брокер на мой личный взгляд, я пробовал Сбербанк, потом перешел на Тинькофф, ну и пару отзывов, слышал о ряде других брокеров, мне с Тинькоффа на другие брокеры переходить смысла никакого нет, функционал на Тинькоффе постоянно дополняется, его здесь больше, чем где-либо, комиссия здесь одни из самых низких, но я уже рассказывал, что мой опыт работы со Сбербанком был не очень хороший. Сбербанк инвестор, приложение два года назад я пытался там что-то тыкать, даже два с половиной уже года назад пытался тыкать, ничего у меня не получалось, там невозможно даже заявку было выставить, зайти в приложение нельзя было в субботу, причем я-то говорил где-то полгода назад, оказалось, что в комментариях подтвердили, что спустя полтора-два года ничего не поменялось, не знаю, как сейчас, может быть поменялось за последние полгода, тем не менее, брокер удобный, брокер хороший, ну плюс я вам показывал в предыдущих роликах, и тут ссылочку внизу оставлю, на бонусы, которые он дает, за регистрацию, можете тысячу рублей получить там за заказ дебетовой карты, инвестировать эту тысячу рублей, ну заказывайте карту, там параллельно открывается брокерский счет, у вас тысяча рублей есть уже на первой инвестиции, и вот момент такой еще вопрос задают, Артем, ну вот ты показываешь же тысячу рублей в подарок, ну тебе же, наверное, за это платят, нет, мне не платят за то, что я показываю эту интеграцию, это реферальная система, где вы получаете подарок, я хочу, чтобы вы получили подарок, начали инвестировать, я прокачиваю финансовую грамотность населения на своем ютуб канале, плюс мне, так же, как и вам, дается бонус, но не за то, что я рекламирую, там, Тинькофф, а за то, что вы получили такой же бонус, понимаете, вот, вот вся разница, это не реклама, это, ну я даже не знаю, как назвать, это партнерская программа называется, но за рекламу, за то, что я пользуюсь Тинькоффа, мне, к сожалению, не платят, вот. Тезис 1, мне платят за размещение, нет, Тезис 2, это не мои деньги, нет, это там мои средства, я вывел часть сна зарубежного брокера Тезис 3, у меня даже он с головы вылетел, что Тинькофф, это там какой-то нехороший брокер, какие тут повышенные комиссии, ну нет, я вам тоже это показывал, рассказывал, да и сами можете найти, это не тема ролика, не хочу сильно углубляться, это не реклама Тинькофф, мне тоже за это видео, к сожалению, не заплатят. Каким образом я начинал инвестировать, хочу рассказать, это был через Сбербанк Инвестор, я начинал с небольших сумм, вроде там 3000 рублей, 5000 рублей, 7000 рублей, у меня тогда капитал, именно который я выделил на инвестиции, был 50000 рублей, вот у меня 50000 рублей лежит, который я снял с банковского депозита, я только-только начинал вникать в инвестиции, И покупал там сначала Сбербанк, Газпром, Московскую биржу, купил Яндекс, покупал вот такие компании, и параллельно разбирался, почему я их купил, потому что на слуху, я смотрю, интересная компания Сбербанк, интересно, я через него счет открыл, у меня там вклад был открыт, ну вот я купил, ну и там по наитию другие компании тоже. Я не разбирался, когда пришел, я просто решил потыкать, я услышал, что депозиты в России, ну не услышал, вернее, увидел, что депозиты в России уже стали невыгодными, у меня мой депозит подходил к концу, и ставка там после того, как он окончился, была сильно ниже той, которую хотелось бы видеть. Я услышал, вот фондовый рынок плюс параллельно с трейдинга, крипты, решил перейти на трейдинг акциями, прошел обучающие материалы по этому поводу, понял, что это слишком тяжело, не стал лезть в трейдинг акциями, но зато понял, что в них же можно инвестировать, и вот начал копаться. Через Сбербанк, почему? Потому что был в класс Сбербанка, Тинькова у меня не было, никогда не было у меня мысли, вот у меня есть Сбербанк, я перейду к другому брокеру, другому банку, зачем? У меня есть, меня все устраивает. Ну сейчас, в принципе, примерно такие же моменты у меня с выбором брокера, зачем куда-то переходить, если меня все устраивает. Так вот, когда я понял, что брокером пользоваться невозможно, альтернатива Тиньков инвестиции, и по факту сильно лучше небо и земля. Таким вот образом прошло два с половиной года, как я инвестирую в акции, первые там полгода, может даже чуть побольше, Сбербанк, инвестор, у меня был счет открыт, я даже там на индивидуальном инвестиционном счету инвестировал, потом вот в процессе, не так давно, полгода назад, открыл в Тинькове индивидуальный инвестиционный счет, вы его сейчас тоже на экране видите, у меня отдельное шоу с ним связано. Вот и уже на Тиньков с большей суммой пришел, там у меня, по-моему, было 100 или 200, или 300 уже тысяч рублей, да я постепенно там деньги зарабатывал с трейдинга, с рекламы на ютуб-каналах у меня, этот канал уже зарождался, у меня там другой ютуб-канал, у меня там другие социальные сети, с рекламы, плюс я уже начал обучение по трейдингу проводить, ребятки записывались ко мне, тоже там какой-то доход начал капать, и вот с этого я начал расти свой капитал и инвестировал уже в рамках Тиньков инвестиций. То, что вы видите сейчас, это годы упорной работы, это то, что я вот скопил, не вся, конечно, сумма, у меня есть диверсификация по классам активов, я не все на фонды в рынок несу, естественно, и про это я много тоже рассказываю, но это не тема этого видеоролика. Так и начинался мой путь, со Сбербанка я перешел на Тиньков, потому что это удобно, потому что здесь есть функционал, которого нет у других брокеров, по крайней мере, они было тогда, сейчас, я не знаю, если у вас другой брокер, я не зову вас переходить сюда, я сам отсюда постепенно хожу к иностранным брокерам, где торговать удобнее, где инвестировать удобнее, где больше активов и где выше защита, что ли, можно так сказать. Вот, вот так или иначе, брокер, Тиньков Инвестиции мне подходил, подходит и будет подходить, у меня будет открыт индивидуальный инвестиционный счет, я буду пользоваться этим брокером, просто основной счет я здесь держать не стану, основной счет я перенесу, так или иначе пользоваться брокером я буду. Вот такие вот мысли, никто меня не покупал, никто мне не платил. Вопрос еще один возникает, а если бы мне предложили деньги, разместил бы я эту рекламу? Разумеется, я это делаю бесплатно, почему бы я не взял денег? просто за это не платят окей это мы зафиксировали теперь важный момент для моих подписчиков ну и для новых зрителей тоже кто смотрит это видео 13 марта 2021 года на самом деле актуальна информация будет еще неделю но те кто смотрит сегодня для вас особый бонус и для вас то будет особо актуально в последних роликах говорил я думаю многие видели я открываю набор на новое обучение по инвестициям и финансовой грамотности перейдите по ссылочке в описании посмотрите сайт ознакомьтесь с программой и если для вас начать инвестировать начать инвестировать грамотно в плюс не наугад не собрать портфель не собрать стратегию по кусочкам из там разных видео на ю тубе не собрать франкенштейна а конкретно разработать свою стратегию понять почему и как она работает где они слабые стороны как их закрыть где есть риски как их нивелировать вот эта программа будет для вас я буду рад взять вас за руку и дойти до результата у нас уже был вебинар был он 11 числа вот буквально позавчера половина мест заняться в бинара половина это еще осталось и он bimaire был косяк это же про это рассказывал и в связи с этим мы там на сутки продлили лучшие условия по факту те условия которые есть сейчас они доступны были только для тех кто был на вебинаре но поскольку на вебинаре был косяк и не смогла половина людей записаться а половин мисс разобрали и даже с этими косяками я продлил эти условия ровно до конца сегодняшнего дня то есть до конца сегодняшнего дня вы можете пройти это обучение точнее записаться на это обучение старт которого 25 марта по сниженным ценам завтра цены повысятся и если вы записываетесь уже завтра это будет чуть-чуть дороже места ограничены записаться можно не каждый день тоже спрашивает много почему потому что мы набираем команду мы набираем кураторов тьютеров мы создаем программу создаем платформу и конкретно под отдельную задачу конкретно под отдельную дату набираем группу людей которых ведем до результата через сколько будет еще курс меня часто спрашивают прошлый был год назад но я в течение года добирал людей понял что это неэффективно и перешел к такому методу что выделил места кто захочет для кого-то приоритет запишется кто нет ну естественно я вас не уговарива можете учиться и по ютубу в принципе тоже просто будет дольше дороже и больнее в некоторых моментах если вы где-то ошибетесь оступитесь может быть кто-то уже через это прошел вот программ подойдет для как новичков которые только-только начинают может быть даже капитала особо нету в инвестиции направить там финансовая грамотность блок это будет для вас просто мастхэв таки для тех кого из портфеля вы можете их улучшить усилить пересобрать в том числе с учетом экономических циклов посмотрите программу ссылка внизу до сегодняшнего дня до конца сегодняшнего дня специальные условия если вы смотрите видео завтра не страшно скорее всего места еще останутся поэтому можете записаться там будет просто чуть выше цена заходите такое бывает достаточно редко когда будет следующий раз я уже спрашивали я не знаю доведем людей до результата покажем это вам может быть через полгода может через год а может я не захочу делать еще раз такое мероприятие потому что это энергозатратно тоже спрашивают для чего это дело для меня это как частично дополнительный доход комьюнити в первую очередь из которого можно выбирать людей с которым будем работать двигаться дальше когда вел фонд доверительного управления мне деньги в доверительное управление по криптовалюте давали люди которые прошли мое обучение его практически бесплатно раздавал всем и там нет была такая тема что практически доступна каждому и много людей шло потом работать со мной здесь делаем то же самое только в рамках инвестиций и тема серьезная и тема актуальна для каждого кто смотрит это видео ссылка внизу вот такие вот мысли подписывайтесь на канал и на другие социальные сети которые будут в описании там больше контента telegram instagram удачи